Девушки отдыхают Кумир молодежи и узнаем много нового и интересного. В студии с вами Елена Александрова. Среди кумиров молодежи есть примеры тех, кто на пике своей популярности подался соблазном и на время или даже на совсем сошел со звездной дистанции. Давайте узнаем, в битве с какими пороками знаменитости проиграли, а где вышли победителями. В топ современных кумиров молодежи попадает певец Джастин Бибер. В данный момент Бибер – звезда мирового масштаба, кумир миллионов подростков. Однако известно, что у Джастина проблемы с законом. Музыканта не раз задерживала полиция за езду в алкогольном и наркотическом опьянении с просроченным водительским удостоверением, а также певец получал обвинение в нападении. Пагубные привычки не только вредят репутации и здоровью звезд, но и лишают их жизни. Фанаты и поклонники группы «Линкен Парк» до сих пор не могут оправиться от утраты солиста Честера Беннингтона, который покончил жизнь самоубийством в июле этого года. У музыканта давно были проблемы с алкоголем и наркотиками. Не менее трагичная история одной из ведущих британских исполнительниц нулевых Эми Уайнхаус, автора самого успешного альбома 21 века Великобритании. Она также страдала от наркотической и алкогольной зависимости и скончалась от алкогольного отравления. Широкую огласку своему злоупотреблению алкоголем и наркотиками получила когда-то Бритни Спирс, учитывая тот факт, что она является матерью двоих детей. Бритни прошла реабилитацию и больше не возвращается к употреблению вредных веществ. Во время съемок фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф серьезно злоупотреблял алкоголем, и это пристрастие могло оказать серьезное негативное влияние на его образ и актерскую карьеру. К счастью, он отказался от этой привычки и теперь ведет тихий, не голливудский образ жизни. Сейчас появилась целая плеяда артистов, повернутых на здоровом образе жизни, кардио-тренировках и йоге. Главный тренд-центр новых ценностей – обладательница изумительного тела роскошная Мадонна. Популярная молодая актриса Хлоя Морец также не имеет никаких вредных привычек и гордится этим. В связи российских звезд приверженцами здорового образа жизни являются певица Настя Каменских, которая регулярно занимается кардио-тренировками и придерживается правильного питания. Вера Брежнева придерживается активного образа жизни и регулярно тренируется в спортзале. Татуировка – культ, пришедшая к нам из древности. Трудно сказать, когда именно впервые человек нанес рисунок на свою кожу. Но доподлинно известно, что история татуировки насчитывает не менее 60 тысяч лет. Большинство людей, у кого есть татуировки, говорят, что сделали их, чтобы выразить себя или показать свою индивидуальность. Но прежде чем навеки сковать себя тесными отношениями с нательным рисунком, необходимо взвесить все «за» и «против». Издревле татуировка служила не только украшением, но и знаком племени, рода, тотема, указывала социальную принадлежность ее обладателя, наделялась определенной магической силой. В некоторых случаях татуировка служила наказанием. В Древнем Китае, Греции, Риме метили рабов и военнопленных, затрудняя им побег и облегчая их опознание. Уже в нашем столетии, во время Первой мировой, в Британии татуировкой «Д» метили дезертиров. В Германии выбивали номера жертвам концлагерей. Благодаря мощному всплеску молодежной культуры 50-х-60-х годов прошлого столетия, появилось новое поколение татуировщиков, творческие амбиции и смелые эксперименты которых возвели тату в ранг искусства. Так начался новый современный этап тысячелетней татуи истории. В подавляющей большинстве это просто дань моде. Особенно если это делают дети или подростки, которые еще не вкладывают в это какой-то глубокий смысл. И не осознают, что татуировку придется носить всю жизнь на своем теле. Это как некий знак, с которым я иду по жизни. Татуировка носит характерные отличительные черты, подразделяясь на виды, стили и способы изготовления. Большинство людей, у кого есть татуировки, видят их как знак независимости. Один из смыслов это привлечение внимания. Если мы говорим, например, про возраст подростковый, когда очень хочется выделиться каким-то образом. И сейчас особенно мир такой многообразный становится очень яркий, хочется привлечь внимание максимальное к себе. Кто-то делает это с помощью одежды, а кто-то делает это с помощью узоров на своем теле. Как правило, татуировка и ее вид определяются желанием и фантазией человека, либо условиями быта и социума. Если мы говорим о том, что это делает, например, ребенок или подросток, который не осознает до конца значения татуировки, вырастая, он выходит во взрослое пространство, где совершенно другие законы. И неся на своем теле неадекватную, нелепую или страшную татуировку, естественно, в деловых кругах это будет уже вызывать вопросы. При знакомстве с новыми людьми, входя в новое общество, это будет вызывать много напряжения, и, возможно, человек будет отторгаться этим обществом. Не стоит забывать, что ваше тело – это дар. Процесс татуирования этого дара относится к модификациям тела. И эта процедура не является разовым желанием что-то внести новое в свой образ. Останется с вашим образом навсегда. И, безусловно, если вопрос уже, ну, у человека решен, и хочется действительно уже сделать татуировку, то важно понять, где, как, с кем, выбрать того мастера, который будет абсолютно безопасен, потому что процесс создания татуировки, он тоже очень опасный может быть с точки зрения заболеваний различных. Словом, нужно подойти максимально осознанно к этому. Я бы даже сказала, вынашивать это решение может быть не один месяц, полгода, год, потому что, если есть такое решение, то, пожив с ним, вы только укрепитесь, да, а если вы сомневаетесь, то лучше все-таки не делать. Походы могут быть совершенно разнообразными. Это и вылазка с друзьями на ночь в соседний лес или к ближайшему озеру. Или же походы с разнообразными препятствиями, болотами, ручьями и реками, завалами и перевалами. Однако, какой бы сложности ни намечался у вас поход, главное иметь общую подготовку. Вот я, например, решила подойти к этому вопросу основательно. Поход – интересный отдых на дикой природе. Чистый воздух, купание, волейбол, рыбалка, сбор ягод, песни у костра. Главное не забыть все необходимое для турпохода. Илья, я вроде бы человек с опытом, хожу в поход не первый год. Как бы я ни старалась, у меня всегда не получается рюкзак сложить правильно. Может быть, есть какие-то профессиональные советы на этот счет? Вниз рюкзака у нас всегда закладываются самые объемные, самые легкие вещи. Это спальник, теплые вещи. Далее, в среднюю часть рюкзака уже складываются какие-то продукты, банки, обувь, что-то еще. И уже в верхнюю часть складываются необходимые вещи – подушечка, дождевик, очки. Для похода именно рюкзак – отличный способ для переноски вещей. И вместительно, и комфортно. Я готова. Ну что, Лен, раз ты готова, давай тогда быстренько соберем палатку, пока светло. Палатка – один из самых важных атрибутов похода или просто отдыха на природе. Так, Лен, прежде чем поставить палатку, нужно выбрать для нее подходящее место. В идеале это ровная поверхность, защищенная от ветра каким-нибудь деревом и, соответственно, от дождя. При выборе палатки обращайте внимание на ее вес, конечно, учитывая при этом ее назначение и конструкцию. Обычные туристические палатки, рассчитанные на умеренные погодные катаклизмы, весят 1,5 килограмма на одно спальное место. Ну а теперь пришло время добыть огонь, а точнее разжечь костер. Илья, а есть ли какие-то профессиональные советы, как быстро разжечь костер? Первое правило. У тебя должны быть заготовлены дрова после того, как у тебя все уже разгорится. Потому что если их не будет, то, соответственно, твои усилия могут пройти напрасно. Второе правило. То есть у тебя должны быть мелко нарубленные палочки для того, чтобы... Да, для того, чтобы начать сжигать костер. И третье правило. Какая-нибудь легко воспламеняющаяся либо бумага, либо береста вот отлично горит. Ее мы закладываем в самое основание костра. Походный костер – это возможность согреться, высушить одежду, приготовить поесть и вскипятить чай. Костер готов. Теперь надо ставить кушать, готовить и, конечно же, петь песни. В сумерках у костра можно попеть душевные песни под гитару, в перерывах рассказать смешные истории, поиграть в веселые игры, в золе костра пожарить картошку. Согласитесь, такой вид отдыха отлично может заменить рутинные будни. Если вы действительно не любите скуку, а имеете свои интересы и увлечения, тогда делитесь ими с нами. Присылайте в нашу группу ВКонтакте видео, на которых вы танцуете, играете на гитаре, поете, занимаетесь спортом. Лучших мы покажем на телеканале «Эфир». С вами была Елена Александрова и программа «Будь в игре». Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова